Праздники Что-то происходило с тобой, когда ты был в состоянии опьянения Так вот, значит, для того, чтобы избежать этого всего, конечно, самое простое предложить – не увлекайтесь алкоголем Ну и иногда бывает так, что, ну, разные условия Иногда мы сталкиваемся с тем, что алкоголь не совсем правильный То есть часто это касается каких-то отдаленных районов Паленый алкоголь приходит И вот для того, чтобы проверить, алкоголь соответствует или не соответствует Берется блюдечко, наливается чуть-чуть этого алкоголя Режется луковица и кладется в это, скажем, блюдечко И если у нас через 10 минут луковица потемнела или почернела, посерела Значит, алкоголь не стоит принимать Он токсичен, ядовитый Это самый простой способ определения того, что алкоголь не стоит принимать Ну и случаются такие ситуации, когда человек очень прилично выпил И нужно ему помочь хоть как-то привести его немножко в чувство Тогда используется самое простое средство Это стакан, можно даже теплой воды и 4-5 капель нашатырного спирта на стакан Дают человеку выпить Конечно, иногда бывает и рвота Но зато человек быстро отрезвляется То есть вот такой даже момент интересный И, друзья мои, помните, что шампанское – это очень вкусно, очень хорошо Но есть 4 продукта, которые губительно воздействуют на почки Это холодное пиво, холодный квас, холодное шампанское и холодное молоко Вот все это в холоде нужно избегать для того, чтобы сохранить ваши почки И в то же время бывают случаи, когда ваш друг или знакомый перепил в компании Никогда не укладываете его на спину, поверните на бок Потому что сколько случаев, когда человек захлебывается тем, что выходит с тошнотой Если человеку на следующий день достаточно плохо после алкогольного возлияния Конечно, нужно расслабить луковицу 12-перстной кишки Продавить печенку – это облегчает однозначно состояние И опять же, при таких состояниях полезно и выпить, может быть, стакан молока Чтобы часть токсинов нейтрализовалась И, конечно, промыть желудок желательно бы Я уже не говорю про промывание кишечника, это уже такое на любителя Мы любим рыбу Но избегайте рыбу, которая имеет название «масляная» Почему? Потому что ее жир очень тяжело расщепляется желчью И вот здесь мы наблюдаем, сталкиваемся с тем, что приходят пациенты, которые покушали этой масляной рыбы Она же вкусная, чуть-чуть ее злоупотребили, и начинает болеть кишечник И вот как бы картина острого живота Когда начинаешь выяснять, ты ел эту рыбу? Да, вот я поел, купил в магазине Достаточно она не очень дорогая Ну и в результате оказывается на столе, когда приходится снимать вот эту боль, напряжение, спастику, которая возникла Из-за того, что рыба имеет вот такие свойства Поэтому избегайте ее По крайней мере, в больших количествах Ну в небольших количествах, может быть, за приемом общего или общий стол Можно и как-то пробежать этот процесс Ну, она вкусная Ну, вот такая особенность Если вы злоупотребили алкоголем То, может быть, на следующий день постарайтесь принять натрий-теосульфат Это ампулы, которые используются для внутривенного введения Для улучшения работы печени Но так как мы не говорим о внутривенном введении А нужно всего-навсего Если у вас вес 70 килограмм, одна ампула В теплую водичку ее сломать ампулу Вытряхнуть содержимое До 70 килограмм хорошо помогает То есть снимает интоксикацию Забирает интоксикацию из кишечника А вот если больше 70 килограмм 75-80 килограмм То здесь уже две ампулы ломаются Это для того, чтобы хорошо привести себя в нормальное состояние И один из таких советов Просто я рассказываю то, что часто происходит И вот представьте, на Новый год обычно все зажигают свечи Ждут, когда куранты пробьют Президент выступит А потом шампанское разлили И вот выпили шампанское Торт порезали И начинают торт кушать над тарелкой А стоит свечка И часто у женщин волосы налачены И сколько случаев, когда женщина наклоняется над тарелкой А тут свеча горит Она же вроде не лицом А волосами Волос вспыхнул И возгорание возникает Поэтому избегайте такого явления Итак, друзья Я надеюсь, что То, что я вам наговорил Оно вам пригодится А не пригодится еще лучше Итак, друзья До встречи Будьте здоровы